здравствуйте уважаемые ученики я решил показать вам как я готовлю картины для этого я использую обычные обои вот самые дешевые можно купить нужно любого цвета взять вот самый дешевый бумажный обои эти обои я покупал в прошлом году за восемнадцатого года прикладываем наш шаблон вот тоже шаблончик все наши размеры 25 и 10 и 8 здесь 25 и 8 а здесь ширина у нас 9 сантиметров не важно ширину между громками она это если мы готовые картины уже которые будем заказывать они обычно расстояние пятьсот десять миллиметров или 51 и важно сейчас я покажу как я делаю какие заготавливать из бумажных обои прикладываю шаблон отмечаю карандашом отгиб кромок правой стороны вот у нас есть сколько будет у нас рисок раз два три сверху раз два три тоже три риски тоже три риски то же самое делаем с противоположной стороны раз два три риски то же самое раз два три ну а теперь берем длинную линейку очень советую приобрести метровая линейка узкая и и что чем она удобна она удобна тем что ее можно в сумку положить и вот так вот свернуть из линейки не так вот в таком виде но если не купить узкую такую удобную но сейчас продают широкая но я вот не знаю насколько ее можно вернуть по крайней мере вот метровая линейка она здорово выручает далее мы проводим линию непосредственно самую крайнюю риску берем отсюда и отсюда и проводим карандашом далее берем отрезаем ну вот кстати говоря как резать тоже очень важно потому что если мы начнем резать тоже кроечки спрашивают какими ножницами лучше работать я считаю что лучше работать ножницами западных фирм готовленных западной фирмы вот такими ножницами работать можно но вот смотрите я вам сейчас покажу разницу если мы возьмем обратим внимание какая вот здесь вот гайка здесь обычная гайка обычная гайка на западных ножницах гровер гайка стоит вот если мы возьмем пеликан вот пеликан ножницы пеликан смотрите как здесь удобно здесь есть пружинка здесь есть гайка гайка у нас гровер гайка то есть мы ее в зависимости от толщины металла ножницы тоже ведь надо под толщину металла подгонять а не как они вот вы купили их и они это все регулируется при помощи гровера вот этой гайки то есть вы должны настроить на металл 0,50 0,0,7 мм какая толщина у вас металла первый признак что вы правильно настроили что когда вы начинаете работать ножницами они у вас вот их нормальный смажьте вот в этих местах здесь можно смазать машинное масло и держите ножницы это ваш рабочий инструмент в сухом месте если попал под дождь или еще что то вот видите не вовремя подсуетился и вот здесь уже начало живеть нельзя чтобы ножницы очень живее их надо задирать в идеальном порядке и потом хорошие ножницы они спокойно режутся железо вот эти ножницы отрегулированы уже под металл вот я вам сейчас покажу вот и рез должен быть плавный не надо вот 10 раз вот так вот начинать иначе вы петушки получите а петушки они приводят к тому что вы в этом месте хотите вольно или невольно будете резать себе пальцы постоянно это на первых порах будете все время в раках руки будут кровить и начинаете когда рез вот чем ножницы пеликаны они хороши тем что вам не нужно вот эту кромку сейчас я вам покажу если вы возьмете обычные ножницы вам нужно когда вы режете металл постоянно вот эту кромку отгибать куда налево потому что у вас эти ножницы правые но все время тоже путают потому что западная по западной терминологии это левые ножницы в России их называют правые тоже как определить ну на западных всех ножницы когда вы покупаете там написано куда отгибать налево или направо кролички используют правые ножницы то есть в основном 90% средств это мы отгибаем только мы отгибаем кромку налево и в России это правые ножницы вот к сожалению вот такая получается очень радость когда мы берем пеликаны 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 у нас вообще не требует отгиба обратите внимание вот я буду сейчас пеликанами резать и у нас нам не надо вот эту кромку отгибать никуда она ложится вниз поэтому пеликанами очень удобно резать купить этот пеликан самый дешевой цена сейчас на восемнадцатый год они стоят 1000 рублей но это того стоит ведь они режут даже бумагу это фирма штубаи ну и так далее есть фирмы но берите только немецкий или шведский вот я объясню почему очень удобный далее после того как мы подрезали все мы начинаем формировать кромки значит как мы формируем кромки вот работа даже с листом бумаги тоже вот подрывает смотрите у нас нужно распрямить то же самое и с металлом то же самое там другие методы здесь можно руками а там другими методами потом будем это все изучать вот и смотрим вот у нас есть перед глазами должен быть вот такой вот профиль картины вот он профиль картины так как мы еще не очень разбираемся куда что отгибать у нас время должен быть перед глазами и смотрим вот по профилю картины вот что у нас вот это за кромка первое эта кромка вот она у нас восемь миллиметров десять миллиметров и начинаем восемь десять отгибаем это так называемая большая кромка п маяковые сделали сначала вот отгибы это это классика вот делали с правой стороны здесь и начинаем формировать линию гиба вот она просто рукой формируем на металле мы ее формируем киянкой или вот такими вот роликовыми эстогибами фирмы вука кстати очень удобно рекомендую инструмент здорово он выручает здесь можно регулировать глубину можно регулировать какую вам нужно видите можно ну вот хоть с нуля можно видите тут есть риски представляем например нам нужно отогнуть кромку там десять миллиметров пожалуйста можем установить 10 миллиметров установить 10 миллиметров пожалуйста закрутили начинаем отливать поставили лист нам нужно например сейчас отогнуть вот эту кромку 10 миллиметров мы поставили лист ну соответственно картина у нас длинная но можно значит тоже такая подсказка для того чтобы закрепить лист можно закрутить на саморезы но недалеко вот на 10 миллиметров например 10 саморезов и здесь но чтобы нам закрепить не болтался вот значит два способа первые саморезами но небольшие потому что у нас кромки все равно сгибается небольшое отверстие будет ничего страшного или же мы берем как мы и раньше делали берем наши кровельный зажим нажимаем и начинаем от него ну желательно выставить небольшой такой выступ сделать чтобы железо выступала небольшая кромка так и начинаем вот то что у нас вот черненько это сверху закрутка как раз ведь что мы отгибаем можем отгибать наверх и начинаем постепенно проходить и отгибать первый у нас второй ход третий ход четвертый ход отгибает вот такие роликовые листогибы до 90 градусов до 90 градусов рекомендую фирма Vuker значит максимально вот такие маленькие роликовые листогибы 50 миллиметров это очень удобно максимально 50 миллиметров почему потому что у нас кромка если мы все кромки сложим здесь вот они у нас будут 45 45 вот у нас на наших шаблонах везде у нас вот здесь я написал 50 но вообще-то они 45 50 это с учетом того что мы у нас миллиметр идет на обгиб кромки вот здесь вот отгибается когда железо но миллиметр у нас теряется поэтому здесь получается 50 надо брать а здесь здесь надо брать не 35 а 40 то есть на отгиб вот этой кромки второй кромки здесь у нас кромок больше у нас здесь кромок раз два на одну кромку больше значит у нас здесь 10 миллиметр здесь миллиметр ну миллиметр может миллиметр один и два поэтому значит не 45 а 50 не 35 а 40 миллиметров иметь этот вид далее по нашим отгибом продолжаем отгибать вот мы отогнули первую кромку ее можем вот так рукой прямо на месте еще раз отогнуть прижать и отгибаем следующую кромку у нас риска же есть у нас тоже самое вот мы ее отсюда это рукой проводим удобно очень и то же самое стараемся ее побольше отогнуть потому что даже вот эта бумага она вам будет подсказывать что линия гиба потом это золотой пасть далее вот посмотрели у нас формировалась вот она у нас кромка вот она значит нам теперь ее нужно поднять потому чтобы ее поднять вот у нас тут риски есть но их когда мы начнем я вот так отгибаю их вот смотрите вот прямо у листья отгибаю и у меня линия гиба в этих местах есть переворачиваю вот она у нас есть видите и прямо на наш верстак бумажный стройный бумажный верстак мы прямо на этом стройном бумажном верстаке по уголку берем отгибаем все формировали кромку правую по обратно п кромку кромка большая кромка мы формировали вот она у нас готова единственное немножко отогнуть подогнуть смотрелось как кромка мы сделали с правой стороны п-образная кромка переходим к следующей части вот эту часть как мы обнимаем вот эта кромка у нас идет направо поэтому мы ее превращаем ну и вот не видно да не видно где она сверла поэтому в этом месте мы берем и делаем маяковые вправо-слево прикладываем в маяковые и отгибаем таким образом отгибаем прижимаем вот сформировали картину сформировали картину сейчас последний шаг вот нам нужно вот эту еще кромку догнуть вот она 25 миллиметров с левой стороны то же самое мы ее делаем маяковые переворачиваем и отгибаем пожалуйста у нас готовая картина вот мы ее изготовили пожалуйста вот у нас готовая картина профиль профиль должен быть как на шаблоне на вашем профиль картины у нас есть ну немножко здесь можно ее подогнуть уже потом подправить и таких нам нужно сделать вот сколько у нас здесь раз два три четыре пять пять картин так что мы можем отличить